Добрый день! Мы продолжаем рассматривать новую линейку клоков от компании Sengso и теперь пришла очередь пятикнопочного. Называется Magic Clock 5. Дизайн такой же, как у трехкнопочной версии. Sengso, Magic Clock, все красиво. Есть инструкция и есть сам клок. Напомню, что ранее была такая аниме-коробка у клоков и версия с четырьмя кнопками теперь, наверное, будет выпускаться в коробке такого же дизайна. Ну, современного, более строгого. Клок. Интересный и красивый. Подложка. Давайте сразу коснемся инструкции, так как она особо не нужна. Здесь с двух сторон, по-английски и по-китайски, показан принцип сборки. Я собрал без инструкции, но, в принципе, идеи сборки у нас совпали. Кнопок 5, поэтому Magic Clock 5. Дизайн аналогичен классическому, у которого четыре кнопки. Про трехкнопочное видео уже было, посмотрите на канале, не так давно. Здесь моделька, конечно, поинтереснее. Что на тройном, что на клоке с четырьмя кнопками, все было как-то симметрично и зеркально. Здесь же не так. Здесь есть особая зона, вокруг вот этой верхней кнопки, четыре циферблата, которые вращаются, если вот эта кнопка поднята. Все остальные кнопки позволяют вращаться только трем циферблатам. Они уже более-менее симметричны. Так, и вот так. Ну и из-за наличия такой особой кнопочки, и принцип сборки здесь немножечко другой. Ну, с другой стороны, все то же самое. Понятно, что те, кто умеет собирать классический клок, соберут и пятикнопочный. Я думал, совсем недолго, без всяких инструкций. Хотя клок я собираю не так уж и быстро, не так уж и часто. Но интерес в этой головоломке есть. Перемешаем этот клок. И после соберем. Покажу принцип. Перемешивать мне показалось удобно вот так, вращая сам клок потихоньку. Чем больше кнопок поднято, соответственно, тем больше стрелы крутятся, и тем вращение труднее. Можно, кстати, поднять кнопки две с этой стороны и одну с этой. Но вращение все равно будет происходить только вот этой зоной. Так как до сюда не дотягиваются шестереночки. Если мы поднимем вот эту кнопку, то будут вращаться уже все шестеренки, кроме одной. Ну, так мы будем собирать угловые циферблаты. Ну, и с другой стороны тоже что-нибудь покрутим. Такие же проблемы, как и в базовой модели. Нужно более четко доворачивать шестеренки, чтобы все вращалось, опускались кнопки. Так же, как и на трехкнопочной версии, кнопки опускаются как-то не совсем так, как хотелось бы. Мне кажется, они высоковаты. На моей модельке есть пара дефектов. Один вот здесь вот этот вкладыш немножко порван. А другой какая-то кнопочка вот такая вот немножко некрасивая. Ну, на скорость не влияет. Я не стал никаких претензий предъявлять. Спасибо, что вообще все это приехало. Это было еще куплено напрямую из китайского магазина. Сейчас какие-то там процедуры с ними совершать невозможно. Интересно ради соберем все три клока в порядке возрастания. Начнем с маленького. Здесь совмещаем вот эти стрелки. Потом три вот этих. Поднимаем две кнопки. Ставим на двенадцать. Переворачиваем. Совмещаем две верхних вот эти с нижней. На двенадцать я ставить не буду. Эта стрелочка уже сама встала. Совмещаем с этой. И совмещаем вот с этой. Ну и поднимаем все кнопки ставим на двенадцать. Клок тройной собран. берем стандартный. Тут я без особых пояснений собираю крест. По классическому клоку у меня есть обучающее видео, но по этим нестандартным наверное тоже сделаю по каждому подробненько. Для тех, кто прям впервые взял такой клок в руки. Так, это уже вторая сторона. Поэтому продолжаем сборку. я привык к клоку чаи, но и это тоже можно собирать. Кстати, вот ошибся, либо здесь кнопки падают. Поправим. Следующий клок собран. Ну и теперь переходим к пятикнопочному. В чем здесь суть? Начинать здесь нужно именно вот с этой зоны. и нужно вот с этой центральной стрелкой совмещать вот эти. Напомню, что на обычном клоке я сейчас собирал крест, а потом угловые шестеренки, ну после двух крестов совмещал с этим крестом. И тут так же, как и на клоке с тремя кнопками, нужно определиться, какие здесь циферблаты будут отвечать за крест, а какие будут угловые. Так же, как и там, легко понять, что угловые это те, которые прямо на шестеренках находятся. Наши все остальные это как бы крестовые, их можно так назвать. Но начать нужно именно вот с этого центрального циферблата, опустим все кнопки и поднимем к примеру правую. Теперь вот этот циферблат, вот эти пока внимания не обращаем, 5 штук, этот совместим вот с этим, ну вернее наоборот, этот с этим. Обращаем вот так, вот нас совпало. опустим, хотя можно не опускать. Поднимем теперь вот эту кнопку и совместим вот этот циферблат вот с этим. И вот у нас уже получилось 3 циферблата. теперь мы можем опустить обе эти кнопки. Поднимаем верхнюю и совмещаем. Ну тут сама собралась, поэтому давайте на ее внимание не обратим. С этой сначала. Совместили с этой. Училось 1, 2, 3, 4 стрелки. Теперь поднимаем вот эту кнопочку 2. У нас крутится вот вся вот эта область и совмещаем вот с этой. с ней уже было, но для интереса я сломал. Получилось 1, 2, 3, 4, 5. На вот эти 3 внимания пока не обращаем. Движемся дальше, поднимаем 3 верхних и совмещаем с оставшейся стрелкой, вот с этой. То есть у нас уже 1, 2, 3, 4, 5 есть и осталась вот эта шестая крестовая. Вращаем за шатеренку где кнопка поднята и получаем вот они 1, 2, 3, 4, 5, 6. И поднимаем дополнительную кнопку ставим на 12. Вот вот эти вот все. Кроме 5 угловых все смотрят на 12. Разворачиваем делаем все то же самое. Вот эту с этой. Теперь вот эту с этой. Получили вот эти три. Поднимаем одну вот эту совмещаем с вот этой. Две совмещаем с этой. Подняли три совмещаем с последней. Так. Ну, для красоты поставим на 12, хотя это движение лишнее. Без него можно легко обойтись. и дальше как на обычном клоке поднимаем кнопки все и нам нужно собрать угловые циферблаты. Но один сам встал на место его пропускаем. Опускаем кнопку там где нужно совместить и вращаем любую другую шестеренку пока не совпадет. так все хорошо поднимаем давайте теперь с этим пускаем тут кнопку хорошо поднимаем пускаем тут так ну грамотно было бы сначала вот это совместить потом вот это ну да ладно так поднимаем все и ставим на 12 клок с 5 кнопками поинтереснее чем клок с тремя и с четырьмя но я буду совершенно не против если компания сенксо либо какая другая выпустит еще другие модели клоков ходили картинки разных локов и они были не такие имеется клок с другим количеством циферблатов этот дизайн я вижу впервые то есть вот у компании сенксо хоть клок и совсем ни кубик ни пирамидка ни мегаминс но это тоже шарнирная головоломка хотя многие ее не любят но надеюсь вот такая модификация вам понравится ждем еще новинок от компании сенксо и других а на этом у меня все всем спасибо всем пока